Привет всем! Вы просили меня поговорить о Дакине, так давайте же поговорим о Дакине, тем более, что я их очень-очень люблю, как я уже говорила. Итак, откуда вообще взялись Дакине? Пришли они из индуизма, где у них была такая странная функция, они были немножко демоницы, немножко богини. Обычно они сопровождали богиню Кали, все знают, кто такая Кали, свирепая богиня разрушения, и занимались, ну, примерно тем же самым, чем занимается сама Кали. Но в тантрических текстах они также являлись объектом поклонения, хотя и, ну, скажем, таким находящимся даже уже не в серой зоне, а немножко в зону черную. Но дальше Дакине пошли в буддизм, и в буддизм они изначально пришли практически целиком и полностью, исключительно как демоницы. Будда критикует их как таких неправильных пожирателей мяса, потому что считается, что Дакине очень-очень любят закусить человеческим мясцом. Но в дальнейшем все немножечко меняется. Во-первых, в тибетский буддизм, по всей видимости, из того самого комплекса тантрической индуистской литературы, они пришли именно как почитаемый объект. И в тибетском буддизме они воплощенная женская мудрость, образец для подражания для женщин-практиков и такие боевые подруги для практиков мужчин. Но в китайскую традицию они пришли немножко дальше, но потом немножко по-другому. Ну а потом уже они пошли в Японию, и вот о культе Дакине в Японию я больше всего и хочу поговорить, потому что, как вы знаете, моя специализация это как раз Япония. Ну, начнем к тому, что в Китае они появляются в комментариях к Махавайрачане Сутри. Эти комментарии написаны 100% в Китае, ну скажем, ну ладно, 90%, на 100% мы никогда не можем давать. Но на чем они основываются уже не совсем понятно, может быть их даже и полностью сочинили в Китае. Так вот, в этих комментариях Дакине являются демоницами-людоедками, которые зверствуют, жут людей. И однажды Махакала, свирепое воплощение Будды Вайрачаны, решает, что пора с этим что-то делать. И так как он свирепое воплощение, он даже не стал с ними особенно общаться, а просто призвал их и проглотил. После чего пообещал, что он их выпустит из своего живота, если они перестанут есть мясо. Дакине сказали, что не, так не прокатит, мы только им и питаемся, с голоду помрем. На что он сказал, что ну ладно, вы можете есть не мясо, а такую вот субстанцию, которая есть в людях. Это что-то типа, я даже не знаю, можно ли это назвать душой. В некоторых источниках переводят как душа или даже сердце человека. Ну, не совсем понятно, что конкретно они могут есть. Но их это не устроило, не устроило, не сказали, что питаться трупами трудно, очень большая конкуренция, все как понабегут. И тогда он научил их неким мантрам, которые позволяют им узнать, кто в ближайшие полгода собирается умереть, отправиться к этому человеку, всячески его оберегать, поддерживать. Ну, а потом, когда он уже умрет, так как они рядом с ним, они могут его и съесть. И на этом и порешили. Но в китайской традиции, тем не менее, к ним все равно относятся с некоторым подозрением. И в монашеской среде было распространено представление, что помимо вот этого вот оберегательной функции, они еще просто приходят к каким-то монахам, раскручивают их на секс, ну, а потом исчезают, сваливают в туман, не оставляют своего телефонного номера. И монах мало того, что поматрошенный и брошенный, так еще и... Так еще и встал на путь неистинный, потому что нарушил целебат. И вот дальше они приходят в Японию. И в Японии изначально они фигурируют именно в качестве тех самых демониц, которые поедают людей. Но потом что-то происходит, и примерно в эпоху Хоян, где-то в веке так, 11-12, у нас распространяются сомнительные ритуалы, посвященные Дакине. Почему они сомнительные? Потому что в монашеской среде они считались чем-то таким на уровне тем, черной магии. Ну, в общем, не очень хорошие ритуалы. И всячески критиковались. Изначально монахов, которые внезапно как-то резко добились каких-то невероятных успехов на почве продвижения по карьерной лестнице, тут же обвиняли в том, что они общаются с Дакине, и именно Дакине им помогают. Другие монахи неожиданно писали целые трактаты, защищающие тех, кто занимается теми самыми ритуалами с Дакине. Правда, обычно припавляли, что, мол, только не надо сами, не повторяйте это в домашних условиях. А потом, чем дальше в лес, тем больше распространяются истории уже не о монахах, о всяких политиках, которые благодаря тому самому ритуалу Дакине добиваются офигенных высот. Например, Фучевара Нота Дадзаны, когда он узнал, что его собираются отправить в ссылку, решил провести ритуал Дакине, проводил его, проводил, проводил. И вот однажды его во сне посетила прекрасная девушка, с которой он очень весело провел ночь, а утром, когда она вдруг собралась уходить, он все еще распаленный и желающий продолжения, схватил ее за волосы, чтобы остановить, и тут же проснулся. А в руках у него был лисий хвост. И Дадзаны понял, что теперь у него, кажется, все будет замечательно. И так и было. Это, конечно же, была Дакине, и весьма обрадованная своим страстным любовником, она исправила все его проблемы, и вместо ссылки он, наоборот, получил повышение. Известна также история Тайрону Киомори, который даже не потрудился ублажить Дакине. Как раз, наоборот, будучи на охоте, он чуть было не подстрелил лисичку, которая превратилась в Дакине и предложила сохранить себе жизнь в обмен на всякие плюшки. Киомори согласился, сказал, о, сделай меня самым крутым челом в этой стране. Дакине согласилась, и действительно, какое-то время он действительно был самым крутым челом во всей Японии. Но потом он умер, и Дакине не испытывала никакого желания хранить еще его род. Поэтому род Тайра очень-очень быстро вымер, кроме тех, которые сбежали. Но об этом в другой раз это совсем другая история. Наверное, вы уже заинтересовали, что же это за лисички, и почему Дакине в них превращаются. А вот это, идем дальше, и здесь все очень интересно. Дело в том, что в какой-то момент культ Дакине каким-то непостижимым образом объединился с культом Инари, божеством плодородия. Причем не совсем понятно, кто там на ком стоит. Вроде как Дакине не является Инари, потому что Инари – это мужское божество. То есть Дакине его либо сопровождают, и как раз в образе лисиц, потому что Инари сопровождают лисицы, или наоборот, Инари сопровождает Дакине со всеми своими лисицами. В общем, там не совсем все понятно. И лисицы-то тоже не простые, а немножечко драконы. Вот такая интересная штука. На этой почве, к слову сказать, в народе распространился культ Дакине, которые связаны с плодородием, и еще помимо всего связаны с сексуальной сферой. То есть если вам очень-очень хочется найти себе жену или мужа, то вы пойдете к Дакине. Но сомнительная сущность Дакине осталась, и известны ритуалы уже на очень низовом уровне, то есть на уровне деревень и всяких городских слоев, низших городских слоев населения. Когда люди обращались к Ямабусе, опять же, с сомнительной репутацией, то есть горным практикам, с просьбой помочь им напустить на кого-нибудь лисичку, лисичку, которая одновременно с этим еще и Дакине. То есть кого-нибудь проклясть и обеспечить ему проблемы. Ну что, интересно? Хотите еще немножко нырнуть в кроличью нору? Дело в том, что у Дакине есть еще одна очень интересная ассоциация с Аматерасу. Вы знаете, кто такая Аматерасу, да? Богиня Солнца, связанная в том числе с императорским родом. Так вот, раньше, вплоть до Мэйди и, по всей видимости, где-то с того же XI-XII века в комплекс тех ритуалов, которые проводит император, а вы, наверное, знаете, что основная функция японского императора – это проводить кучу всяких ритуалов, входили в том числе и буддийские ритуалы. И один из них был связан как раз с Дакине, которые являются воплощением, внимание, богини Аматерасу. То есть император как бы соединялся с Дакине, получал ее силу и тем самым хранил Японию. А потом император Мэйди внезапно заявил, что он больше не хочет выполнять вот этот ритуал, потому что он какой-то слишком буддийский. И перестал его выполнять. Так что если вы относитесь к тем людям, которые считают, что после реставрации Мэйджи в Японии какой-то бардак, то вы не только знаете, кого за это винить, но и знаете конкретно, что он сделал, вернее, не сделал. Ну что ж, это вкратце о Дакине. Понравилось? Ставьте лайки. И очень хочу увидеть ваши комментарии. Ну, на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok